А тем временем банки продолжат реструктуризацию кредитов по собственным программам, несмотря на окончание приема заявлений на кредитные каникулы. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России. Речь идет о заемщиках, в том числе ипотечных, и о представителях малого и среднего предпринимательства, льготы которым установлены законом 106 ФЗ. Также кредиторам предписано не применять в их отношении штрафных санкций за ненадлежащее исполнение обязательств. Информационные письма Банка России адресованы банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, в том числе сельскохозяйственным. И рекомендации распространяются на заявки, поступающие с 1 октября по 31 декабря текущего года. Кроме того, кредиторам предписывается рассматривать возможность предоставить послабление и тем клиентам, на которых требования закона 106 ФЗ не распространяются. По данным мегарегуляторов в Башкортостане, объем задолженности по договорам, по которым фактически предоставлены кредитные каникулы, составляет почти 3 миллиарда 500 миллионов рублей. Всего с начала апреля по 30 сентября текущего года в республике за кредитными каникулами обратились свыше 11 тысяч человек, в том числе более 2000 ипотечных заемщиков. На сегодняшний день рассмотрены практически все заявления, половина из них одобрены. При этом по ипотеке доля положительных решений составляет более 61%. От субъектов МСП поступило свыше 2000 обращений, они также почти все рассмотрены. По 62% из них вынесено положительное решение.